Какой я вижу оппозицию? Такой, какой её показывают по телевизору, такой, какой она сама себя показывает в интернете и во всех остальных средствах массовой информации. Оппозиция, как и в любой другой стране, на Украине – это сила, желающая взять власть в первую очередь. Оппозиция, в принципе, так и называется оппозиция, потому что она против действующей власти и хотела бы эту власть взять в свои руки. Вот, собственно говоря, и всё. Эта идея их на данном этапе объединяет. Внутри этой оппозиции могут быть самые разные люди, начиная от просто каких-то наивных мечтателей, я имею в виду, в первую очередь, массовку на Майдане, которая ждёт бесплатных кренделей, которые с неба посыпятся в случае ассоциации с Евросоюзом, с одной стороны, и с другой стороны, до откровенных неонацистов, радикалов, для которых, в общем-то, предоставившийся шанс безнаказанно бить морды милиции, кидаться в коктейли молотов. Это, в общем-то, есть предел мечтаний, они к этому готовились, им хотелось насилия, они его сейчас получают, а безнаказанность она всегда подхлёстывает дополнительную агрессию. Поэтому сказать о том, что же такое украинская оппозиция, это большое количество людей с разными самыми воззрениями, которых на сегодняшний день объединяет одно – они хотят добиться отставки Януковича, по большому счёту. Потому что сначала речь шла о подписании соглашения с Евросоюзом, довольно быстро про это забыли, стали выдвигать одно требование за другим. Сейчас, так сказать, вроде бы Янукович уже последний свой козырь кинул, отправил Азарова в отставку, но и этого оказалось мало, по одной простой причине, что аппетит приходит во время еды. Соответственно, Азаров ушёл в отставку, теперь они говорят, нет, нам правительству не нужно, нам уже нужно, подавай на самого Януковича на блюде, мы его разделаем и возьмём эту власть в собственные руки. Вот и всё. Слабость, неуверенность, двойная-тройная игра власти привела к тому, что у современной оппозиции украинские аппетиты постоянно нарастают. И вот, как известно, Янукович по последним слухам взял больничный, да, в общем, видно, так сказать, человеку допекло, потому что непонятно, чем дальше торговаться в этой игре. То есть ясно, что идёт игра ещё закулисная, но в публичной игре вот неясно, чем, так сказать, дальше торговаться. И в значительной степени это определяет такую ситуацию цветнота. Возвращаясь к оппозиции, кто там кого контролирует на сегодняшний день, совершенно очевидно, что инициативу, по крайней мере, в последние вот эти все, так сказать, события захватили явные радикалы, их можно называть как угодно, можно модно называть радикалы, можно жёстко там неонацисты, но, в принципе, да, действительно, ориентация у них в основном националистическая. И вот если почитать, так сказать, какие-то программные документы многих этих мелких групп, которые они вывешивают в интернете, они чудовищные, да, мягко говоря. Насколько они в это верят и будут этого придерживаться, это другой вопрос. Самая плохая вещь, которая произошла в ходе Майдана, это то, что вот эта идея радикальная, неонацистская идея, она фактически легализована. То есть если до этого, да, как бы был некий страх перед этими вещами, если до этого всё-таки они, так сказать, где-то были в маргинале, да, и люди понимали, что это, так сказать, маргинальное общество, то сейчас, когда тягнебог поручкался со всеми европейскими политиками, когда американцы пожали ему руку, когда он стоял, так сказать, на сцене со всеми лидерами оппозиции, и когда этих ребят, так сказать, которые там под нацистскими лозунгами кидают бутылки, возводят в ранг героев, уже ясно, что неонацизм, ничего страшного, в принципе, в этом нету. Это стало, так сказать, действительно системообразующей, легитимной частью украинской национальной идеи, там, оппозиционного вот этого фланга и так далее. То есть люди с этим уже смотрят на это как, в общем-то, относительно нормальную вещь. И это, мне кажется, крайне негативное и в перспективе разрушительное, так сказать, событие для самой украинской государственности. Потому что, несомненно, по такому пути украинская государственность развиваться не сможет, потому что слишком много будет внутренних конфликтов, которые надо будет как-то преодолевать. Всё-таки нельзя, значит, половине страны сказать, знаете, вы, вот мы справжние украинцы, а вы, так сказать, быдло, недоукраинцы, рабы, как бы, да, вот пошите там в своих заводах, а мы будем здесь делать политику. Да, вот так вот государство жить не сможет в любом случае, это невозможно. Поэтому эти люди или потребуют своей части власти в случае победы, и надо будет с этим что-то сделать, или придётся их обратно загонять, так сказать, в те углы, в которых они до этого сидели. Вот это одна, на мой взгляд, из самых главных проблем нынешней оппозиции. Вторая проблема, которая вообще, так сказать, не очень видна в ходе всех этих, так сказать, событий, которые мы наблюдаем, это в определённой степени фейковость, да, как сейчас модно говорить, украинская оппозиция как таковой. Ведь тем, кто, скажем, на Украине в курсе событий, все они прекрасно понимают, что картинка, которую мы получаем с Майдана, это одно. Реальная закулисная, так сказать, игра, которая идёт, это несколько другое. И кто там оппозиция, а кто власть, иногда понять достаточно сложно. Потому что, на самом деле, и многие оппозиционеры в своё время подталкивали люди из, так сказать, из провластной команды, ну, известная история с Тегнебоком, так сказать, о том, что, так сказать, активизация его партии была инициирована, в том числе из недр партии регионов, для того, чтобы вывести его второй тур с Януковичем. Хотя и говорят, что это, типа, конспирология, но, насколько я понимаю, эти слухи, по крайней мере, в чём-то соответствуют действительности, да. И все эти провокации, которые там случались, не совсем ясно, откуда же в итоге, так сказать, команда поступала, от лидеров ли этой оппозиции, или, может быть, им кто-то подсказал с другого боку. То есть Украина в этом смысле, она заложница в собственной такой реальной политической модели, потому что, конечно, Украина никакой демократии никогда не была, Украина – это классический олигархат, где 5-6 олигархических групп, по сути дела, решают свои денежные интересы, в том числе посредством борьбы на политической сцене. Все они имеют свои политические представители, все они имеют свои медиахолдинги и периодически выносят все эти вещи в плоскость публичного конфликта, решая свои, так сказать, конкретные финансовые задачи. Поэтому кто, как, что, кому дают там приказы, насколько эти лидеры действительно самостоятельны, насколько люди, которых вроде бы принято причислять к провластному лагерю, на самом деле действительно являются убеждёнными сторонами Януковича, это вопрос, на самом деле, открытый. То есть условность многих процессов, которые там происходят, она, на мой взгляд, всё-таки достаточно высока. И тем не менее, главная проблема, мне кажется, сегодняшнего оппозиционного лагеря в том, что действительно агрессивные ультра-националистические настроения там, так сказать, отмыты, легализованы, и именно они задают тон вот всему этому движению, этой движухи, так сказать, в последние дни.